Это программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Небезопасные островки безопасности. Водители Барнаула жалуются на сомнительные дорожные конструкции. Почти довели до смерти. Почему барнаулец с обычной грыжи уверен, что его дни сочтены? Мамки отдадите, фрагменты на память. Когда музыканты рискуют оказаться бродячими артистами. Алтайский шоу-бизнес требует вернуть концерты. Сегодня появилась информация, что премьер-министр России Михаил Мишустин направил 24 миллиарда рублей на выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами, больными коронавирусом. Деньги адресованы врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам домов престарелых и интернатов для инвалидов. Как сообщили нам в региональном Минздраве, средства на выплаты придут и в Алтайский край. По предварительным данным, это порядка 60 миллионов рублей. А теперь данные по заболеваемости на сегодняшний день. Сейчас в крае 11 844 инфицированных. За прошедшие сутки в регионе диагностировали 63 случая заражения. Выздоровело 80 человек, а вот умерло 5. Этим временем в социальных сетях несколько дней продолжается челлендж «Откройте кино». Кинопрокатчики шестой месяц терпят убытки. Несмотря на то, что в регионе уже почти все открылось, кинотеатры по-прежнему остаются под запретом. И каждый день мы наблюдаем вот такое коронавирусное кино. Субтитры создавал DimaTorzok Верните концерты. С таким призывом в сети Инстаграм распространяют ролик представителей индустрии развлечений. К ним присоединились алтайские организаторы больших массовых мероприятий с участием российских звезд. Эта индустрия, как и многие другие, подсчитывает огромные убытки. Так дальше продолжаться не может, уверены и местные музыканты, которые остаются без нормальной работы уже почти полгода. Подробности у Никиты Ермакова. Вот уже почти полгода, как из-за пандемии все крупные мероприятия находятся на паузе. Работники концертной отрасли, артисты и сами зрители уже устали ждать и просят возобновить их деятельность. Ролик с просьбой властей вернуть концерты разошелся по всей России. Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены отели, рестораны, пляжи, парки, дельфинарии. Люди собираются стихийно. Если так пойдет дальше, концертная индустрия потерпит крах. Люди ждут работы, а зрители зрелищ утверждают участники акции. Застой уже налицо. И дело не только в российских звездах. Местные артисты тоже переживают не лучшие времена. Участники первого за Уралом театра эстрады «Дети» лейтенанта Шмидта, которым нет еще и года, переживают, что не могут реализовать свои планы и замыслы. Мы работаем на договорных условиях с концертными залами. Соответственно, усеченный формат нам никак не подходит. Поэтому театр без зрителя, к сожалению, нельзя сказать, что он живет. Мы, конечно, надеемся на то, что обстановка изменится в лучшую сторону. Но пока, к сожалению, как-то непонятно. А когда непонятно, тогда и как бы сразу же возникают мысли, а для кого, для чего. Ну, а так как мы на самоокупаемости, сам понимаешь, нам надо жить, нам надо вертеться, нам надо собирать залы. Люди постоянно пишут во всех соцсетях, что соскучились уже по концертам. Вот, так что будем надеяться, что в ноябре все состоится. И больше вот таких вот не будет моментов. В сентябре Труппа планирует возобновить репетиции и начать подготовку к юморине, которую перенесли с весны на осень, надеясь, что вопрос пандемии все-таки разрешится. Ждут возвращения к нормальной жизни и другие известные алтайские артисты и музыканты. Лев Шапира, например, уже ведет еще дням с начала ограничений. Чем я занимаюсь эти пять месяцев, четыре дня, шестнадцать часов и восемь минут? Жду, когда начнется жизнь, к которой мы все привыкли. Живем, живем, живем в меру силы возможностей, пытаемся что-то делать в творчестве. Но, безусловно, не публичные выступления, а какие-то студийные дела. Но настроение для этого не самое подходящее. Я думаю, в ближайшие несколько дней с наступлением осени хотя бы у нас будет картина понимания вопроса. А то многие мои коллеги не очень хорошо себя чувствуют в силу всего вышесказанного. Достаточно сложная ситуация. А между тем люди собираются стихийно, организуют концерты под прикрытием. Совсем недавно в Яровом выступал Нелета, и зрителей на мероприятии было более чем достаточно. Участники акции «Вернем концерты» хотят знать, когда же им разрешат официально работать. От властей пока никаких разъяснений не поступало. А между тем, только в Барнауле на осень запланированы концерты «Би-2», «Димы Билана» и того же Нелета. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком. На другой теме. К счастью, такое происходит нечасто. Герой нашего сюжета во время съемки, можно сказать, попрощался с нами. Житель Барнаула Игорь Якунин уже полгода не может добиться лечения, и с каждым месяцем его состояние становится все хуже. Сейчас мужчина едва ходит. Анастасия Дороган продолжит. Блокаду, если ставят, допустим, в час дня, к вечеру уже боли возвращаются. И даже четыре за пару месяцев блокады эффекта не дали. Игорь Якунин уже полгода живет сквозь боль, в пояснице, где и нашли 4-мм грыжу. Она у меня, получается, задняя, циркулярная, во все стороны выпячивания идет, по кругу. И вот как раз здесь спинномозговой нерв проходит. Врачи Игоря успокоили. Так бывает. Для операции грыжа маленькая, поэтому ешьте таблетки, делайте гимнастику. Три месяца лечения, и он с трудом передвигается. Как хватит сил? Ну, я обычно до 100, чтобы мышцы спины укреплялись. А эффект ощущаете? Никакого, вот в чем вопрос. В прошлом мужчина таксист. Из-за малой активности, уверен, спина и заболела. Но прежде, говорит, в больнице не ходил, незачем было. Еще в марте здоровый мужчина к сентябрю падает в обморок в очереди к врачу. Больно и нет сил. Уже полмесяца Игорь практически не ест. Проблемы со стулом подавляют всякий аппетит. Еще вот эта вот проблема с кишечником появилась. Как вообще существовать, я вообще не представляю. А это следствие какое-то? А это следствие, да. Это сами врачи говорят? Ну, они так высказывают, что да, порез внутренних органов, и бывает, ноги отказывают. То есть, у меня, видать, я так понимаю, не с ног началось, а вот с кишечника. Ну, пока ходите, как ни один врач сказал, как бы операции нет. Вот когда ноги откажут, я вот думаю, мне бы лучше, наверное, пусть бы нога бы лучше отказала, или две бы, чем кишечник. Да, ровно 57. При росте 182 сантиметра норма в минусе. И что сильнее подавляет организм, Игорь уже и не знает. Мы вас гоняем минут 20, вот уже стоя. Что вы ощущаете? Да боль, боль адская стоит. Вот в спине, в пояснице. Стоять долго не могу, сидеть долго не могу. Но остается только это, лежать. И лежать нельзя, я понимаю. И деваться некуда. День и ночь, она ревует, 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 как говорится. Самой уже скоро крыша поедет. Вот отфутболивают, понимаете? Вот отфутболивают. Все следы врачебного внимания – чаша препаратов. Против воспалений, судорог, боли, непроходимости кишечника. Не работают, говорит мужчина. А попытки добиться лечения, которое поможет, превращается в квест. От хирурга к терапевту, потом к проктологу, гастроэнтерологу, неврологу. А вот нейрохирурга в списке за полгода так и не появилась. Но таких вот специалистов, нейрохирургов так и не удалось выйти. Вот как Долженко, Черданцев, так не удалось. Потому что, ну, отсутствуют они. Я звонил и лично в кабинет, и так обращался. Ну, в отпусках, в отпусках. Кто поможет в данной ситуации, я не знаю, честно. Я вот сейчас вот как-то, вы знаете, уже живу, наверное, одним днем. Тем не менее, пока сдаться себе Игорь не позволяет. Он намерен поехать на прием в Новосибирск. Как? Пока не придумал. Ведь ехать ему нужно будет лежа. А мы, в свою очередь, запрашиваем у Минздрава. Почему жизнь мужчины волнует только его самого? Ждем ответа. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Причал для зазевавшихся. Именно так барнаульские автомобилисты окрестили островки безопасности, которые появились в городе этим летом. Горожане уверены, что они спроектированы с нарушениями и провоцируют ДТП. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Видите, здесь на лицо, то есть, заужение полосы, то есть, дорожная разметка у нас сужается. И если автомобиль крупногабаритный, то, соответственно, приходится выходить на соседнюю полосу. Улица Калинина. Островок безопасности появился здесь меньше месяца назад. В теории, этот участок земли должен помочь безопасно пересечь многополосную дорогу. На практике же уверяют автоэксперты. Он не так уж и безопасен. И приводят аргументы. Не все знают о том, что их поджидает такая опасность. Соответственно, когда имеет место быть такой элемент неожиданности, приходит, соответственно, водитель резко реагировать. И если справа, к примеру, будет автомобиль и некуда будет уйти, то человек заедет на этот островок безопасности. А в этот момент на островке на минуточку могут стоять люди. В России уже известны случаи, когда на якобы безопасных островках сбивали человека. Полмесяца назад основатель сообщества Барнаул-22 Алексей Куреленок раскритиковал подобное сооружение на Павловском тракте. Едем просто по своей полосе. Ну просто издалека даже не видно. Ну как можно быть такими рукожопами? На критику ответила мэрия. Якобы это не окончательный вариант. Прошло время. Островки доделали, нанесли разметку. Но вопросы никуда не делись. В этом месте идет резкое сужение полосы. Автомобилисты начинают маневрировать и тем самым рискуют попасть в ДТП. Да это полный бред, особенно вот в таком виде. Поэтому, кто это все спроектировал и подписал, я даже не знаю, что за образование у этого человека. Наверное, максимально не относящееся к безопасности дорожного движения. Довольно-таки опасно. Конечно, лучше сделать подземный или надземный переход. В Барнаульской госавтоинспекции в комментарии отказали, сославшись на занятость. А вот сотрудники ГИБДД Владимира, например, однозначно высказались против таких странных сооружений. Вроде внешне все хорошо, вроде все достойно и так далее. Но, значит, когда на стадии строительства мы говорили, что вы нарушаете стандарты, вы сужаете проезжую часть. Значит, давайте сделаем по-другому. Значит, нас не захотели послушать, не захотели. Вопрос, все ли соответствует стандартам, мы задали и мэрии. Там ответили, разумеется, и разъяснили с подробностями. В среднем мы снизили половину проезжей части всего лишь где-то на 0,5 метра. То есть там ширина нормативной полосы сейчас больше 3,5 метров. Она даже еще больше, чем нормативная. Минимальная полоса при обустройстве островки 3,25. Гост есть гость, тем более ни одного наезда на островок безопасности не зафиксировано, заявляют представители администрации. Но люди говорят, что это дело времени. Это аварийно опасный островок. Причал для зазевавшихся. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. ДНК-центр появился в краевой столице. И эта аббревиатура никак не связана с медициной. Она расшифровывается как дом научной коллаборации. И в этом доме теперь будут принимать талантливых школьников региона с 5 по 11 класса. В Барнауле для таких детей уже есть кванториум и центр наследники Ползунова при техническом вузе. Теперь появилась альтернатива. С подробностями Мария Микшута. Научные коллаборации. Дом с таким необычным названием открылся на базе классического университета. Впервые за долгое время нашей съемочной группе удалось свободно попасть в учебное заведение, где нам обычно не рады. Попали, правда, не благодаря прислужбе вуза, а другое – Министерство образования и науки. Повод того заслуживает. Талантливым школьникам региона дадут возможность проводить свои исследования вместе с учеными-наставниками. Робот въезжает, поворачивает, поворачивает, поворачивает. И в конце только забираете один кусочек вода. То есть ваша задача сейчас – сделать так, чтобы ваш робот как можно быстрее добрался до финиша. Эта своеобразная школа будущего рассчитана на 400 юных талантов и их педагогов. Урок технологии, урок биологии, урок химии – это лишь малая часть образовательных проектов, которые здесь планируют реализовывать. На занятиях скучно не будет. Максим Нинашев любит работать с компьютером, а сюда пришел изучать тонкости робототехники. Тут есть экран, есть всего два, три, четыре, пять, шесть кнопок. И все уводится на этом экране, все достаточно просто. А вот его соседка по парте Варвара Полякова в изучении робототехники уже давно не новичок. Это робототехника, мне кажется, и химия, биология. Это же девочка интересна с роботами? Да, интересно. Программировать и узнавать новое. Здесь, конечно, для ребят открывается широкий простор соединить знания школьные с теми знаниями, умениями, компетенциями научной, проектно-исследовательской деятельности, которые будут в ДНК. Ни для кого не секрет, что молодые таланты часто уезжают из региона. За знаниями они едут в Екатеринбург, Москву, Питер. Создатели дома научной коллаборации уверены, что сейчас все может измениться. Мы и создали этот центр ДНК для того, чтобы показать, что в Балтайском крае можно получать хорошее образование, нужно оставаться здесь и развивать родной регион. Повысить здесь квалификацию могут и педагоги. Кстати говоря, подать заявку на сайте может любой желающий. Правда, не факт, что все попадут в стены вуза. Нашей съемочной группе теперь, видимо, повезет еще не скоро. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Вспомнить, чтобы не забыть. Завтра по всей стране пройдет исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Диктант Победы. Проведут его онлайн и на специальных площадках. В течение 45 минут участникам нужно будет ответить на 25 вопросов об истории военного времени, вспомнить даты, места и события. Проверить свои знания можно будет на сайте Диктант Победы РФ. Там же можно будет записаться на ближайшую площадку. Кстати, предварительно всем желающим предлагают потренироваться на сайте Волонтеры Победы РФ. В Барнауле диктант начнется в 18.00. Будет проходить на двух площадках. Это Алтайское краевое законодательное собрание и наша библиотека Шишковка. Примет всех желающих участников. Также у нас будет принимать участие в нашем хорошем, хорошем, я думаю, наших тестах и общественность, и молодежный парламент Алтайского края, и также депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Ее пейзажи и натюрморты наполнены цветом и светом. Речь о работах московского живописца Валентины Ди Фине Крести, представительницы русского импрессионизма. В художественном музее сейчас работает ее выставка и, как показалось в нашей съемочной группе, картина, что называется, на любителя. Хотя местные искусствоведы ими восхищаются. Она очень хорошо рисует, у нее очень точный и тонкий рисунок. Но для нее все-таки главное не рисунок, а именно живопись, именно стихия цвета. Поэтому она пишет очень быстро, очень темпераментно. И иногда жидкая краска просто течет по холсту. И тогда рождаются вот такие картины. Чтобы понять, что на них изображено, необходимо прочесть название. Но оказалось, и в этом художница уникальна. Например, вот натюрморты, а это люпины. На картины Диффена Кристи не советуют смотреть, близко к ним подойдя. Лишь издали можно уловить силуэты людей, дома и деревья. Последние годы своей жизни художница посвятила себя белому цвету, писала белым на белом, получалось легко и воздушно. Остается только фантазировать, какая муза подсказывала идеи для этих картин. Но живописец неоднократно подчеркивала, что она не фантазирует, а видит мир именно таким. Только великий живописец, воистину великий, может поставить перед собой такую задачу. Писать через белое, писать на белом, находить градации. И вот здесь очень много светлых работ, где главным, ведущей, первой скрипкой в этой симфонии является, конечно же, белый цвет. Сегодня работу Диффена Кристи можно найти в Третьяковской галерее, в Музее русского импрессионизма в Москве, а также во многих сибирских и российских музеях. Барнаул – 44-й город, который принимает выставку этой художницы, и работать она будет до 27 сентября. Елена Кузовкина, Александра Кузнецова, Илья Халяпин. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...